Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я разберу быстренько джемпер, который у нас от Брунелла Кучинелли. Он был в обзоре первой. Ссылку на обзор я оставлю под видео в описании, чтобы вы могли посмотреть. И ссылку на сайт Брунелла Кучинелли на этот джемпер я тоже оставлю под видео в описании, чтобы вы тоже смогли его рассмотреть детальнее. Начинаем вязание от рукава к другому рукаву. И первая деталь у нас вот такой вот прямоугольник. Предполагаемая его ширина, я так вижу, около 30 сантиметров. Но это приблизительно. Девчонки, он там, я так предполагаю, расширяется и потом сужается. Но я этого делать не буду. Я максимально свое объяснение, вернее свое видение упрощу, потому что там, да, там есть вот такая вот выпуклость на грудь. Вот. Это нужны более сложные расчеты. Я вам объясню более такой упрощенный вариант этого джемпера. То есть, пряжа, что хочу, хотела еще сказать. Пряжа, девчонки, махер, но не тонкий, достаточно плотный махер, где-то смотать несколько сложений, если основываться на лизе. Ну, сейчас его очень много. Ну, в общем, общей сложности, чтобы у вас плотность была нити где-то около 220 метров 100 грамм. А плотность вязания, вот, то, что вижу я, приблизительно, там, где-то 14 петель в 10 сантиметрах. Но это все приблизительно. Я только в ширину, в длину там уже получится. Вот. Но это не важно. Значит, сначала мы набираем вот внизу рукава 30 сантиметров и вяжем полосу изнаночной гладью. Вяжем, вяжем, вяжем. Здесь у нас где-то эта полоса, вот, предполагаемая сгиб, плечевой сгиб у нас находится в средине этой полосы. И здесь у нас находится горловина. Вот. То есть, когда мы довязаны, вот мы измеряем вот эту вот длину от кисти руки до другой кисти руки, делим ее пополам. Эту часть. И вот где-то от этой половины 10 сантиметров сюда и 10 сюда, это наш пырик горловины. Вот. Когда мы довязали до горловины, это даже можно померить по вам, по себе мы начинаем делать горловину. То есть, здесь у нас маленький скос, здесь побольше на переднюю деталь. Потом какой-то ровно, какой-то промежуток. И далее скос маленький, скос большой. Мы возвращаемся на те петли, которые у нас были. Вот. Далее продолжаем второй рукав. То есть, уже у нас есть рукав-рукав, горловина. Теперь мы набираем петли вот по длине всей, как бы, этой детали. И сначала вяжем ровно. Далее набираем вот эти вот петли и вяжем ровно. Далее ровно совсем немного, до 5 сантиметров, я бы так сказала. А далее делаем сокращения. Сначала это будут сокращения вот такие вот, как бы, довольно крутые, да, до подмышки. Вот так вот. Я так предполагаю, что здесь вот, допустим, на ту плотность, которую я озвучила, вот примерно здесь вот по 4 петли до локтя. Вот когда вы доберетесь до локтя, вы убавляете. То есть, в начале каждого ряда вы убавляете по 4 петли, пока не доберетесь, вот видите, половину рукава, то есть, до локтевого сустава. Вот эта часть у вас не будет до локтя. Далее уже по одной петле вы убавляете, пока не приблизитесь к той ширине, которую вы хотите. Ширина же, он достаточно свободен. Это летучая мышь. И ширина у вас будет довольно-таки большая, 60-70 сантиметров. То есть, смотрите. Вот это все. Вы пока, когда закрываете, вот у вас там получилось, допустим, 10 раз по 4 петли здесь, и 10 раз по 4 петли здесь, потом 10 раз по одной, и здесь 10 раз по одной. Это все мы записали, зафиксировали. Далее, с этой стороны мы набираем, опять же, петли, и точно дублируем эту часть. Точно так же вяжем эту часть. Вот забыла здесь сказать, здесь, когда вы уже приблизились к той ширине, которую вы хотите, вы далее вяжете длину. То есть, вот у вас загиб, вы можете продеть горловину, померить длину уже на себе, по сути, и вязать столько, сколько вам нужно. Далее, в конце резинка 2 на 2. Вот. То есть, изделие вы можете мерить на себе так, как вы хотите. То же самое повторяем, дублируем здесь. Потом у нас получается, что вы сшиваете, складываете пополам, сшиваете боковой шов вместе с рукавом, набираете по рукаву резинку, вяжете резинкой 2 на 2, и по горловине тоже набираете резинку, и вяжете, обвязываете горловину резинкой 2 на 2. Все. Вот это весь джемпер, он достаточно простой. Ой, там, кстати, резинка 1 на 1 у них, я сказала, 2 на 2. Ну, это не суть важна. Важно, что он такой свободный, воздушный. Вот. Так что, по пряже я сказала, махер, чтобы он был действительно легкий и уютный. И при том объемный. И легкий, и объемный. Два в одном. Все, девчонки, я думаю, я вам рассказала. И вам на сегодня все. А на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. С вами был Игорь Негода.